Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как можно изменить значок ярлыка, или картинка ярлыка, или изображение ярлыка, кто как хочет так и называет. Вот видим у меня этот ярлык на принтер Samsung. Как можно его изменить и как самому можно сделать такой значок? Нажимаем правой клавишей мыши на данный ярлык, свойства. Здесь внизу есть посередине такая надпись «Сменить значок». Нажимаем. Не удается найти файл. А у кого сразу есть изображение, то нажимаем и выбираем те картинки, которые там показаны. А в данном случае нажимаем «Ок». Нажали. И вот представлен большой выбор значков или ярлыков. Вот подобный ярлык на принтер. Нажимаем его. «Ок». «Применить». «Ок». Все. Видим значок этот измененный. Название осталось прежним, а значок изменен. А теперь рассмотрим, как самому можно сделать значок, чтобы заменить это изображение или картинку. Открываем браузер. Справа здесь есть написано «Картинки». Нажимаем «Картинки». Любой браузер. Google или Яндекс. Разницы нет. «Картинки». И здесь прописываем то название, которое нам необходимо найти. Я пишу «Принтер Samsung». «Ок». «Найти». И здесь предоставлен большой выбор картинок с названием «Принтер Samsung». Любой мы из них выбираем. И скачиваем. Нажал я. Сейчас откроется. И «Сохранить как». «Сохранить как». «Все». «Сохранить». «Все. Данная картинка у нас сохранена». «Закрываем». «Теперь заходим в панель меню «Пуск». «Нажимаем». И здесь выбираем «Pend». В верхнем левом углу есть такой треугольник. Нажимаем на него. «И здесь открыть». «И выбираем то место, куда была загружена картинка». «В данном случае у меня на рабочем столе». «Вот она». «Все». Формат этой картинки очень большой. «Теперь его необходимо уменьшить в размере по пикселям». «Кого есть здесь?» «Сразу написано «Изменить размер и наклонить». Нажимаем на это. Вот здесь есть такие два маленьких квадратика. Нажимаем. И здесь написано «Изменить размер». Ставим галочку на пиксели. Размер выбираем 128. И внизу тоже 128. 128. «Сохранить пропорции». Галочку убираем. Ок. «Все». «Вот такая картинка у нас будет сохранена». Но теперь ее необходимо сохранить в формате. Нажимаем опять здесь. Здесь «Сохранить как». И выбираем формат. «Изображение в формате». «БМП». Все. Сохранено. Определяем место, где она будет сохранена. «Сохранить». Теперь необходимо нам зайти в то место, куда была сохранена данная картинка, которую мы закачивали с браузера. И теперь необходимо ее переименовать. На рабочем столе, если это будет картинка, она переименованию не поддается. Поэтому необходимо ее сохранять где-то в проводнике. Нажимаем правой клавишей мыши. «Переименовать». И «БМП» меняем на «ИКО». «Интер». «Да». Расширение этой картинки изменено. Кого это расширение не видно или не меняется. На эту тему есть у меня видео. «Как добавить расширение, когда оно не видно». Ссылка будет дана вверху. Закрываем. Переходим на тот ярлык, который необходимо нам изменить. Это изображение. Правой клавишей мыши «Свойства» выделяем. «Сменить значок». И здесь делаем выбор. Не из предоставленного списка этих картинок или изображений, а вверху здесь есть «Обзор». Нажимаем «Обзор». И выбираем того места, где находится у нас уже переделано в другом формате. Это картинка или изображение. Изображение. Вот она у нас картинка. Нажимаем на нее. Вот эта картинка здесь. Окей. «Применить». Окей. Все. Изображение данного ярлыка у нас изменено. Вот так каждый может изменить изображение того или другого ярлыка, который нам по каким-то признакам не нравится, или чтобы было более заметно, к чему этот ярлык принадлежит. Меняем картинку на свое усмотрение. Кто желает получать известие о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова